Добрый вечер в студии Дмитрий Рошенко. Я и журналисты службы информации расскажем вам о главных событиях округа к этому часу. Это незакрытый клуб. Югорчанок приглашают в Евразийское объединение женщин-лидеров. Кондуктора уже уволили. В Сургуте подростка-инвалида выгнали из автобуса. Нестандартное решение. В Нягоне хирурги сохранили югорчанину ноги и вернули вдохновение к поэзии. Кэшбэк за путешествие. Расскажем, как югорчане смогут воспользоваться туристической выплатой. И обо всем подробнее прямо сейчас. Евразийское объединение женщин-региональных лидеров подвело итоги года. В заседании приняла участие губернатор Югры Наталья Комарова. Она отметила, что на сегодняшний день в объединении уже больше двух сотен женщин-лидеров из 28 регионов России и 30 стран мира. Их главная задача – преодоление экономических и социальных последствий пандемии коронавируса. Объединение реализует больше 200 проектов. Кроме того, в этом году зарегистрирован фонд общественной дипломатии. Он будет помогать в реализации женских инициатив в сотрудничестве с ЮНЕСКО, ЮНИДО, ООН и другими крупными мировыми организациями. В числе приоритетов – это продвижение достижений женщин в области науки, культуры и искусства, защита прав, интересов и достойного положения женщин в обществе, повышение их роли в общественно-политической, экономической и культурной жизни, организация единой информационной площадки международного сотрудничества для выработки внешнеполитических решений. Добавлю, на заседании были озвучены планы Евразийского объединения женщин-региональных лидеров на ближайшее будущее. Среди них – организация международной премии на лучшую практику по сохранению и развитию родных языков, открытие молодежной платформы объединения, заседание международного дискуссионного клуба. Уважаемые женщины, объединение женщин-региональных лидеров – это незакрытый клуб. И мы очень хотим вашего участия, ваших предложений, ваших идей, потому что организация должна жить, а она живёт тогда, когда в неё приходят люди, реализуют идеи, проектируют новые инициативы. И при этом мы все движемся к достижению новых возможностей, экономических прав, предпринимательства и лидерства для женщин как в Югре, так в России, так и во всём мире. В Ханты-Мансийск вернулась победительница одной из специальных номинаций конкурса «Ученик года 2021». Любовь Ермакова учится в школе номер 3 в 10 классе. По итогам всероссийского конкурса она стала творческой личностью года. Отмечу, в финале участвовало 100 учеников 9-11 классов из 38 регионов России. Но чтобы выиграть, нужно было пройти 5 испытаний. Это творческая самопрезентация, краеведческий конкурс, ролевая игра, дебаты и решения различных кейсов. Отмечу, что до этого школьница из Ханты-Мансийска выиграла городской этап конкурса и стала лауреатом окружного, поэтому к испытаниям была готова. За каждое задание профессиональное жюри ставило баллы. Люба набрала достаточное количество и взяла одну из номинаций. Вообще опыт безумно богатейший и полезный для меня, потому что таких эмоций, таких испытаний, мне кажется, нигде больше и не найти. И сильнейшая конкуренция, много ребят съехалось, все талантливые, у всех есть чему поучиться. Я сама смотрела и удивлялась тому, сколько талантов и какая концентрация собралась вот здесь. Все ребята с России и все-таки правильно говорят, что Россия это государство, в котором такая концентрация умов большая. В конкурсном этапе «Широка страна, моя родная» мы показали традицию, быт, культуру, обряды, танцы, песни, игру на инструменте «Санквилтап». Показав то, чем живет Югра и жители Югры, здесь мы достигли максимального уровня балла. И здесь Люба могла раскрыться и раскрылась, как настоящая творческая личность, показав себя действительно любящей Югру. Что должен уметь современный педагог, чтобы претендовать на звание лучшего? Ответ на этот вопрос знают в Сургутском районе. 15 специалистов из разных поселений стали призерами на муниципальном этапе всероссийских конкурсов профессионального мастерства. Они рассказали о том, какие задачи ставит современное образование перед учителями и как педагоги с ними справляются. В Сургутском районе подвели итоги муниципального этапа всероссийских конкурсов профессионального мастерства в сфере образования. В них приняли участие 15 педагогов, в числе которых воспитатели, психологи и, конечно, учителя. Педагог, он только тогда, когда он учится. Чем я и сказала также, что никогда нельзя останавливаться на достигнутом, надо расти. Именно в этом главная ценность конкурсов профессионального мастерства. Лучшие из лучших должны учиться друг у друга и обмениваться опытом. Такого же мнения придерживается и Елена Печушкина, победитель муниципального этапа конкурса «Учитель года России». Мне очень понравилось видеть мастер-классы, их как преподносят те или иные технологии и используют современные приемы. Я буду использовать все современные технологии, которые я увидела на мастер-классе, и использовать, конечно, средства визуализации и приемы педагогические, которые показали коллеги. Конкурсные требования из года в год становятся жестче. Для того, чтобы соответствовать званию педагога года, современным специалистам приходится осваивать все больше компетенций. Изменения ответила и Екатерина Мирошниченко, победитель окружного этапа «Учитель года» в 2021 году. Накануне она вернулась из Москвы, где принимала участие в конкурсе уже на федеральном уровне. «Я могу уверенно утверждать, что нынешняя программа конкурса максимально приближена уже к федеральному этапу конкурса. То есть все конкурсные испытания абсолютно повторяют то, что будет на России». Ранее претенденты на звание «Учитель года» должны были продемонстрировать владение материалом и оригинальность подачи. Сейчас к этому перечню добавились требования к навыкам самопрезентации и ведению диалога с аудиторией. «Когда смотрят на тебя дети, ты понимаешь, что права на ошибку ты не имеешь, потому что ты должна добиться результата, и ты должна себя показать не только как педагога, но и как человека». Ключевое значение приобрели и такие компетенции, как компьютерная грамотность и способность удерживать внимание аудитории дистанционно. «Онлайн, к сожалению, приводит к тому, что возникает некоторая дистанция, и ее преодолеть бывает очень сложно». Профессия педагога – одна из тех, которую пандемия заставила кардинально измениться и перестроиться на новый лад. Однако молодых специалистов это не отпугивает. Они по-прежнему готовы вносить свой вклад в обучение новых поколений. Так, в этом году в Сургутском районе приступили к работе порядка 20 молодых педагогов, из которых 11 – выпускники сургутских вузов. В Сургуте умнеют дороги. В городе внедряют интеллектуальную транспортную систему. В этом году уже модернизировали 42 светофора, которые управляют потоками от въезда до выезда из Сургута. На электронных регулировщиках установили видеодетекторы, которые отслеживают интенсивность транспортных потоков. Данные будут собираться в течение двух месяцев, после чего специалисты примут решение, стоит ли изменять режимы работы светофоров. Отмечу, что самый крупный транспортный коллапс ежедневно фиксируют на въезде в Сургут со стороны Белого Яра на Грибоедовской развязке. Осложнило ситуацию здесь открытие гипермаркета и строительство крупного жилого комплекса. Специалисты надеются, что интеллектуальная система поможет корректно отрегулировать потоки. К слову, за пять лет на новые технологии в Сургуте планируют направить около 400 миллионов рублей, заменив таким образом все 167 светофоров. Данные контроллеры и светофорные объекты позволят нам работать по некоторым светофорам в адаптивном режиме, то есть в режиме приспосабливания, когда, допустим, в зависимости от ситуации на дороге, в зависимости от транспортных потоков, с какой стороны, сколько машин едет, он сможет продлевать или укорачивать фазу зеленого или красного света, в зависимости от того, где больше наполняемость или где меньше. В Сургуте следственный комитет начал проверку из-за инцидента в автобусе. Кондуктор высадила подростка с ограниченными возможностями здоровья. Случай произошел вечером 10 декабря. Рейсовый автобус номер 11 проехал мимо остановки. Один из пассажиров был 14-летний подросток-инвалид. Он начал возмущаться. За это кондуктор выгнала его из автобуса. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Отмечу, что директор транспортной компании уже извинился перед родителями ребенка за ненадлежащее поведение кондуктора. Напомню, в Югре принят региональный закон, который запрещает высаживать детей из общественного транспорта вне остановок вдали от населенных пунктов при температуре ниже, чем минус 25 градусов, а также с 22.00 до 6 утра. По результатам проверки кондуктор уволен. По работе водителя на данный момент проводится служебное расследование. Результат, по всей видимости, будет завтра. От своего личного имени и от лица спопад приношу молодому человеку искренние соболезнования и его родителям. Мы так же самое не терпим хамства и любые попытки непрофессионализма, хамского отношения к нашим гражданам будем пресекать. Хирурги Няганьской окружной больницы спасли пациента из Пытьяха. Операция по двойному шунтированию позволила сохранить Югорчанину ноги и вернуть вдохновение к поэзии. Последние несколько месяцев из-за сильных болей мужчине приходилось даже спать сидя. Анатолий Бондарь перестал выходить на прогулки и писать стихи. Врачи давали неутешительный прогноз, пока пациента экстренно не госпитализировали в Няганьскую ОКБ. Специалисты обнаружили критическую ишемию правой ноги. Провести классическое шунтирование врачи не могли. Оказалось, что у пациента сосудистые патологии также в грудном и брюшном отделе. Необходимо было нестандартное решение. Тогда медики приступили к операции вчетвером. В картерии выше, куда нужно было вшивать шунт, были очень сильно изменены. И поэтому вот такой альтернативный способ. Операция выбора была в не анатомическое шунтирование. И в дальнейшем, учитывая всю тяжесть поражения его дистально, то есть ниже паховой складки, нам пришлось одномоментно делать два шунтирования. Перекрестное подвздошно-бедренное слева направо и бедренно-подколенное. Поскольку опасались, что недостаточно будет кровотока после первого шунтирования. Сейчас Анатолий Бондарь чувствует себя хорошо и даже снова погрузился в поэзию. Отмечу, ежегодно в Центре сосудистой хирургии Нягоньской окружной больницы проходит лечение более тысячи человек с проблемами вен и артерий. Около 70% это жители соседних территорий. Большая часть из них уже на второй, третий день после операции уходит из больницы своими ногами. Нижневартовские врачи сегодня получили новогодние подарки. В Красную зону госпиталя, на станцию скорой помощи и в кожвен-диспансер их привез спикер окружного парламента Борис Хохряков. Подарочную акцию югорские депутаты проводят второй год подряд, чтобы поддержать врачей, которые борются с пандемией коронавируса. На этот раз в ней приняла участие депутат Госдумы Ольга Ануфриева. Все подарки покупали по рекомендации самих медработников. Идея некоторых родилась прямо в процессе общения. На станции скорой помощи Борис Хохряков обещал оказать содействие в завершении ремонта и восстановлении дороги. В ковидном госпитале мы подарили просто наборы фруктовые, чайные наборы, елочные украшения для того, чтобы докторам было, то что называется, более комфортно, что ли, в их нелегком труде встречать Новый год. На станции скорой помощи, вы видели, мы подарили планшеты для того, чтобы доктора могли более оперативно принимать решения, принимать вызовы и как-то реагировать. В ковид-лаборатории, в которой мы были, мы подарили необходимое медицинское оборудование. Всполнительная помощь, да, она всегда приветствуется. Тем более, что бесконтактные термометры и пульсоксиметр для наших пациентов в наше время, это на сегодняшний день достаточно большое подспорье для нас будет. Стало известно состояние пострадавших на СТО в Сургуте. По данным окружного Депздрава, на 16 декабря из 11 пострадавших, трое находятся на амбулаторном лечении, 8 госпитализированы и получают медпомощь в ожоговом центре Сургута. Из них шестеро находятся в состоянии средней степени тяжести, один человек в тяжелом состоянии, еще один в крайне тяжелом. Медпомощь оказывается в полном объеме. Ранее мы сообщали, что на СТО в Сургуте, где устанавливали газобаллонное оборудование для автомобилей, произошла разгерметизация одного из баллонов. В результате вспышки произошло обрушение кровли здания. 11 человек пострадали. Возбуждено уголовное дело по признакам нарушения требований охраны труда. О том, какие новости югорчане обсуждают в интернете, расскажем далее. Восточные компании, которые работают в сфере ландшафтного дизайна, заинтересовались югорским мхом. Предприятия округа презентовали свои товары на выставке органических и натуральных продуктов в Дубае. Зарубежные представители смогли оценить ассортимент общества «Берегиня», компании «Сфагнум» и рыбоконсервного комбината «Санта-Мария», в частности, с выпускаемой в Югре косметикой «Тайганика», для производства которой используются растения дикоросы. Кроме того, на выставке в Дубае покупатели оценили свойства сфагнового мха и модули для создания живых стен. Результат демонстрации – старт переговоров с крупными компаниями из Эмиратов, работающими в сфере ландшафтного дизайна. Уникальную операцию провели хирурги детской окружной больницы Нижневартовска. У месячного малыша извлекли тератому опухоль. Эта редкая патология встречается у одного из 200 тысяч младенцев. Югорские врачи проконсультировались с представителями федерального медцентра и решились на хирургическое вмешательство. У маленького вартовчанина опухоль выросла в брюшине. Кроме того, новое образование очень плотно окутало одну из почек мальчика. Это в дальнейшем могло серьезно нарушить работу органа. Местным врачам удалось выполнить поставленную задачу. Сейчас здоровью малыша ничего не угрожает. Тератома по предварительному анализу – доброкачественная. Окончательный диагноз поставят московские медики после диагностики опухоли. Самыми востребованными специалистами в Югре стали продавцы, водители и менеджеры по продажам. Эксперты крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников отметили многотысячный спрос на представителей этих профессий. В уходящем году работодатели разместили свыше 2000 вакансий для водителей и около 1500 объявлений по поиску менеджеров по продажам. Дефицит на рынке труда Югры есть и среди таких специальностей, как разнорабочий, сварщик, курьер и бухгалтер. Хороший спрос был на администраторов и автослесарей. Всего к середине декабря в округе было предложено 60 тысяч вакансий. В центре Нижнего Артовска построили веревочный парк. По соглашению между правительством Югры и нефтяниками новый объект расположился в районе Комсомольского озера. Здесь любители экстрима и активного образа жизни смогут испытать свои силы и пройти по одному из шести маршрутов. Правда, для этого придется дождаться весны. Зимой этапы небезопасны. Подробности у Регины Гауфе. Она работала на месте событий. На Комсомольском озере появилась новая достопримечательность. Десятиметровое сооружение из темного дерева, напоминающее остров трехэтажного дома, веревочный парк. Здесь три яруса и 32 этапа. Маршруты предусмотрены как для детей и подростков, так и для взрослых. Причем самые разные физической подготовки. Самое главное – это безопасность. Поэтому, когда мы принимали решение и защищали свой проект в Роснефти, то есть мы объясняли, что здесь у нас есть в первую очередь профессионалы-специалисты. Поэтому мы говорили о том, что это должно быть безопасно в центре города. И, как вы знаете, Комсомольское озеро – это такой центр притяжения для всех людей, любящих активный образ жизни. Поэтому именно здесь и появился этот объект. Вопросы обеспечения безопасности интересовали и председателя Думы Югры Бориса Хохрякова. Он посетил объект в ходе рабочего визита в город. Специалисты заверили – здесь предусмотрена страховка. Также, как минимум, два профессиональных инструктора будут контролировать прохождение маршрутов. Они первыми и опробовали сооружение, оценили качество и определенную долю экстрима. Правда, остальным придется подождать, прежде чем самим пройти по этапу. Пока что доступ на территорию веревочного парка запрещен. Использовать его можно только при температуре от 10 градусов. Но даже летом одному попасть сюда будет нельзя. Все под четким надзором инструкторов. Рядом с веревочным парком расположилась многофункциональная спортивная площадка. В целом, этот участок Комсомольского озера определен под зону активного отдыха. Согласно концепции благоустройства этой территории. Есть карта развития Югры, где предусмотрено обустройство Комсомольского озера. Это вот начало обустройства Комсомольского озера. Поэтому за пять лет, как мы и планировали, эта территория должна преобразиться. К слову, это первый веревочный парк, который находится в черте города. График его работы утвердят ближе к открытию, которое запланировано на весну. Регина Гауф и Сергей Зайкин. Телерадиокомпания Югра. Нижневартовск. Новогодний подарок от губернатора Югры с доставкой на дом. В Покачах Дед Мороз и Снегурочка передают поздравления главы региона одаренным детям. Такие презенты в муниципалитете получат трое юных жителей. В их числе и Полина Ильченко. Девочка занимается фигурным катанием. На соревнованиях в Ханты-Мансийске она заняла первое место и выполнила спортивный разряд. К слову, такие подарки в округе получат 400 детей. Это те, кто добился особых успехов в учебе, спорте или, например, творчестве. Раньше их ждало приглашение на губернаторскую елку в Ханты-Мансийск. Однако из-за пандемии мероприятие пройдет онлайн. Если раньше дети имели возможность поехать на югорскую новогоднюю елку в Ханты-Мансийск, то сейчас в период пандемии нет такой возможности им туда поехать, так как есть ограничения. Поэтому подарок передают нам сюда. Мы поздравляем. А потом дети 25 декабря будут смотреть онлайн выступление губернатора и смотреть представление для них, которое приготовил Югра-классик. Новогодние игрушки, елки и хлопушки. В историко-культурном центре Старый Сургут открылась выставка творческих работ гаражам. Зимнее чудо, зимняя сказка. Она традиционно проходит раз в два года и собирает под одной крышей художественные творческие работы сургутян. Вдохновленные самым нарядным праздником Новым годом, жители города активно принимают участие в выставке. Здесь представлены елочные игрушки, статуэтки, фигуры, панно и другие подъелки. Всего более 100 штук. Мастера, представившие свои работы на выставку, не являются профессиональными творцами. Хотя, глядя на их работы, в это сложно поверить. Здесь мастера-любители обмениваются опытом, находят вдохновение и демонстрируют новые техники. Отмечу, что традиционно в выставке принимают участие сургутяне с ограниченными возможностями здоровья. В городе Сургуте 21 год уже существует и действует творческая студия «Нескучающие ручки». Эта студия объединяет людей с ограниченными возможностями. И я хочу сказать, что это одни из самых активных наших участников. Сегодня ребята, это молодые люди и девушки, представили уникальные работы из бисера, украшения, шары новогодние из бисера. То есть работы всегда новые, качественные, по содержанию очень интересные. Югорчане смогут воспользоваться туристическим кэшбэком в 2022 году. О продлении программы заявила руководитель Ростуризма Зарина Дагузова. Так, продажи стартуют 18 января и продлятся до 12 апреля. При этом отправиться в путешествие югорчане смогут до 30 апреля включительно. Жители региона смогут забронировать туры на горнолыжные курорты, культурно-познавательные поездки и путевки в санатории. Основные условия программы остаются прежними. Участвуют все регионы страны. На карту МИР, с которой произведена оплата, автоматически в течение пяти дней будет возвращаться 20% от стоимости поездки, но не более 20 тысяч рублей. Следить за новостями телеканала «Югра» можно в Инстаграме и ВКонтакте. У меня на этом пока все. Будьте в форме и не сходите с дистанции. С вами был Дмитрий Ярошенко. До встречи на телеканале «Югра». Субтитры создавал DimaTorzok